Так, окей, силиконы, что такое силиконы? Силиконы в продуктах по уходу за волосами содержатся обязательно, они легкие. Силиконы у нас, они как раз-таки создают тот самый липидный слой на волосах. И в шампунях они бывают у нас водорастворимые, летучие, которые улетучиваются. Есть у нас водорастворимые, которые смываются водой. И силиконы есть у нас, которые жирорастворимые. Они, как правило, растворяются уже, то есть попадая на ваши волосы. Это не такие тяжелые, они не могут попасть настолько вглубь волос и утяжелять их. Поэтому они смываются уже при следующем мытье волос. Если перенасыщение силиконов, как может почувствоваться? Ну, очень сильно, то есть вы ухаживали-ухаживали за волосами, почувствуете, что ну вот прям какие-то они все уже слишком такие безжизненные стали. Они утяжелились, здесь просто есть совет очистить их шампунем для жирной кожи головы, либо шампунем глубокой очистки, но очень аккуратно. Шампунь глубокой очистки не рекомендуется использовать дома. Блин, у меня пропали теперь вопросы, так жалко, так жалко, что эфир прерывается. Это просто вообще нереально. Тема такая хорошая. Ну, много раскрыли, блин, теперь, наверное, я уже не увижу ваши вопросы. Но, наверное, я прочитаю от эфира ранее и успею на них ответить. Так, ну жду еще просто буквально полминутки, потому что, скажите, про масло для волос. Масло, которое, вы имеете в виду масло, которое, наверное, перед мытьем? Нет, такого не бывает. Любой продукт, который смывается шампунем, он не является уходовым продуктом. Все, что вы наносите и смыли водой, это уже является недействительным. Настоящие хорошие масла, они, как правило, наносятся после уже мытья. Да, специально для волос, растирается по ладошкам, либо на влажные волосы вы их распределяете, либо на сухие волосы. Перед мытьем нет. Особенно масла, которые, знаете, репейное еще масло. Ну, вот кокосовое, я поняла, что вы имеете в виду, натуральные, хорошие масла, которые на кокосовом масле хорошо блинчики жарить. Но не на волосы наносить, потому что, смотрите, натуральное масло, у него очень крупная молекула. Вот если взять волос, например, нарисовать даже его, я сейчас попробую, да, например, вот как выглядит волос, да, у него есть, ой, не видно, да, в волосе есть поры, которые должны заполняться. То, что получается, у масла, у натурального молекула очень крупная, и оно просто не может волосы. У масла, которое специально идет для салонного использования, оно уже, молекула расщипляется на нано-молекулы, которые уже распределяются, вы нанесли на волосы, и вы не чувствуете. Масло ни в коем случае не смывается, если оно хорошее, уходовое, оно не смывается с волос. Поэтому вы нанесли, и масло должно впитаться. Масло является несмываемым продуктом. А если вы нанесли и смыли, то все, эффекта никакого не будет. А если вы еще, не дай бог, нанесли его на кожу головы, то не забывайте, кожа головы, она должна, наоборот, быть чистая, чистая, она должна дышать. То есть мы используем туда детоксы, мы используем пилинги, мы используем туда шампуни, но ни в коем случае никакие жирные. Ламинирование волос. Опять же, тут смотря, все, что относится к слову ламинирование, это понятие такое, когда у вас есть структура, структура волоса, и что-то вы накладываете поверх этой структуры. Например, если это, пожалуйста, например, если это ламинирование, маска с ламинированием, которую вы нанесли дома, смыли, это тоже, в принципе, считается ламинированием, потому что вы создали какую-то светопрозначную пленку. Но то ламинирование, которое делается с утюжком, то, что запаивается, то, что делается на, как бы сказать, ну, с применением каких-то инструментов, наносится поэтапно, что происходит. А почему еще после таких услуг у вас бывает, потом волосы еще хуже становятся? Смотрите, как это происходит. Вот ваш волос, берется его структура, заполняется какими-то крупными молекулами сверху, склеиваются чешуйки, и происходит что? Еще волос у вас находится как будто бы в вакууме в каком-то, то есть все, что внутри, у него такое осталось. Волос сам не восстановился, он как был поврежден, и так поврежденным и остался. Но вам его как бы склеили. И когда это ламинирование начинает постепенно вымываться, а еще так, как в своих составах продукты некачественного производства, они содержат еще клей, а не продукты, которые на самом деле ухаживают, то этот клей, он начинает отклеиваться еще и вместе с чешуйками. Потому что волос, он как елочка, он состоит из чешуек, и растет как веточки у елочки вниз, вот эти чешуйки все, да, он весь облеплен таким защитным слоем чешуек. Так вот эти чешуйки прям постепенно начинают отлетать. То есть первое отлетание чешуек, когда вы замечаете сечение волос, потом после сечения вы на волосах замечаете такие белые точечки, профессионально называется заболевание трихоптилоз. Вы замечаете такие точечки на волосах, которые еще захватывают соседние волосы, и оно как бы заражает другие волосы. И что вам приходится? Только отстригать. Вот, поэтому самый лучший уход, это который вы делаете дома. Но есть один очень хороший уход. Не ламинирование, а то, что проникает вовнутрь, это есть только кератиновое восстановление волос. Если это опять же хороший кератин. Кератин, чтобы в составе был не клей, не... Потому что, не знаю, опять же в интернете есть такие видео, после кератина, когда волосы там начинают просто утюжками выпрямлять, они начинают пальцы, то есть прям сжигаться. Потому что, как правило, клей с горячим инструментом соприкасается и начинает закипать, клей начинает плавиться. Настоящий хороший кератин, как правило, это используется вытяжка из овечьей шерсти. Этот кератин, то есть наш волос, если его посмотреть, да, он весь в порох, весь такой, как губка, очень похож на губку, то кератин хороший, он туда проникает. Потому что почему? Потому что кератин, он по составу, это белок, из белка состоят наши волосы. Это по составу они имеют то самое вещество, из чего состоят наши волосы. Вот волосы, это белок в чистом виде. Тот самый белок, которым ваш организм насытился и выпустил наружу. Ороговевший кератин в виде как мертвого вещества, он отрастает. Внутри, то, что у нас находится под кожей, это живое, то, что на поверхности, это уже все мертвое. Живых волос не бывает, волосы не ходят, волосы не восстанавливаются. Но единственное, опять же, это настоящий белок, настоящий кератин. Это единственная процедура, сервис, который я делаю с применением утюжка. Зачем нужен утюжок? Это всего лишь, чтобы немножко повысить температуру, градус у волос, для того, чтобы вот эти вещества проникли в сам волос, не лежали на поверхности, а в сам волос. И работают те вещества, которые лежат внутри волос, а не на поверхности. Вот как это должно быть, и ни в коем случае не клей. Ботекс. Если честно, ботекс это то же самое. Ботекс это силиконы. Силиконы, они тяжелые для наших волос. То есть, вы их насытили на какой-то момент времени, но когда они смылись, например, если кератин, когда он вымывается, у вас просто волосы возвращаются в свое состояние. А здесь, так как очень часто все остальные сервисы, они содержат еще в своем составе клей, они отклеиваются вместе с поверхностью наших волос. И это как проводочек оголенный, да, поняли, как оголенный провод остается, и волосы приходят вне качества. Либо, как нужно сделать, стать заложником этой ситуации. То есть, если вам мастер сказал, что этот сервис нужно повторить через 2 месяца, вы должны его повторить через 2 месяца. То есть, и постоянно его делать, делать, делать. То есть, я такое не делаю. Я делаю окрашивание волос, которое позволяет ходить, там, год-два, вымывается абсолютно безвредно для волос. Я делаю кератин, который вымывается из волос. То есть, если человек через 3-4 месяца не пришел на этот сервис, то просто волосы, ну, остались такого же качества, какого и были. А вот все остальные продукты, они требуют немножко привязанности, да. То есть, сделали один раз. Если вам мастер сказал, что через 2 месяца повторить услугу, значит, вы должны через 2 месяца повторить, иначе волосы станут еще хуже. Потому что мы становимся, ну, привязаны к этому. Ну, если кто-то хочет отрастить длинные волосы и без этого не может, иногда это становится необходимо. Потому что длина волос, она, ну, не у всех она задерживается, правильно? И генетически есть у каждого заложена длина, которая хорошего качества. А дальше волосы отрастают уже. Ну, вот сколько ни расти, сколько ни ухаживая, они могут оставаться, ну, не очень такие хорошие. Я бы порекомендовала кератины, хорошие кератины прям. Вот. Спасибо, девочки. Аплодисменты мне посылают. Не знаю, что в нашем эфире делает столько мальчиков. Вот. Наверное, будем заканчивать, потому что, ну, пипец у меня тут получилось. Прямо аж 3-4 эфира. Никто бы, конечно, не прерывал их. Ну, все. Большое, наверное, спасибо вам за внимание. Если я увижу какой-то вопрос, пишите, пожалуйста, мне в личку. Я с удовольствием отвечу и все вам расскажу. Так что всем хорошего вечера. Пока-пока. И обязательно выложу новый эфир. Постараюсь тогда через неделю поговорить на другую тему. Но тоже о волосах. Так. До свидания всем. Субтитры сделал DimaTorzok